Ассаламу аликум друзья! Вас приветствует канал Чечен Синдром. Друзья если вы не узнали по фоновой картинке на видео о ком пойдет речь, то дослушайте эту историю до конца и вы все поймете. Здравствуйте, вы врач? Ну да, я. Что случилось? На главврача республиканской клинической больницы смотрел худой старик. Хасану Ахмедову показалось его лицо знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он видел этого мужчину. Старик был худ, и казался немного истощенным, но стати поведения его были совсем не старческими, скорее, наоборот, если бы не худо бы и впалые щеки, он вполне мог бы сойти за взрослого мужчину в расцвете сил. Подлечиться мне надо, силы восстановить, а то уже немощный совсем стал, пока опас этих треклятых овец на склонах, начал жаловаться старик. Подлечим, того гляди, после курса невесту даже найдем. Как вас зовут, ваша? Подбодрил Хасан старика. Магомед и я. Ты насчет денег не волнуйся, они у меня есть, что надо, оплачу. Какие деньги, ваша? За все платит государство. Карта есть медицинская. Откуда? За всю жизнь ни разу у врачей не был. Не беда. Махнул рукой врач после секундного раздумья, все сделаем, а пока пройдемте за мной. Таких пациентов у Хасана было достаточно. Вечно эти старики спускаются с горы и нарушают привычный устоявшийся режим. Практически все. Они не имели медицинских карт, не знали свою историю болезней, и что самое странное, не были привиты. И как они там в горах живут без прививок. Хасан вспомнил как работал в призывной комиссии. С горных районов приводили сильных, здоровых парней, кровь с молоком. И все без шрамов на руках. Дедушку Магомеда определили в палату, утрясли вопрос с документами, и начали курс реабилитации. Дедуля оказался бойким. Уже с первой недели он начал заигрывать с медсострами. Одной пообещал нарвать горных цветов, а другой поймать и подарить детей наше горного тура. Медсостры от такого рыцаря были в восторге. А на десятый день, когда ночью по коридорам между палат, начал шататься нализавшийся старош Сан Саныч. Сорокалетняя детина в метр восемьдесят восемь, утихомирил пьяницу. Да так, что тот на следующий день заявился с официальным визитом. Бритый и причастанный, попросил извинения, и долго стоял виноват у койки дедушки Магомеда. Хасан Тахирович, откуда этот дедушка? Спрашивала главврача старшая медсестра Татьяна Павловна. Я, конечно, слышала, что горцы, народ особенный, но никогда не думала, что дедушка в таких годах может и за себя и за других постоять. Не рассказывает, вздохнул главврач, но мне больше интересно другое, что он сказал такого Сан Санычу. Он уже несколько дней не пьет и строго дежурит. И то верно, рассмеялась Татьяна Павловна. Сан Саныч переменился. Его было не узнать. Слова дедушки Магомеда оказали на него магическое влияние. Старош перестал опаздывать, приходил вовремя, был галантин и вежлив, а при каждом удобном случае заглядывал в палату горца. За две недели дедушка немного окреп. На вопрос врачей, где он так истощал, 70-летний Магомед отвечал уклончиво. Переходил на истории, байки. Впрочем, этим он и завоевал расположение персонала. К нему никто не приходил, никто не навещал. Сам дедуля любил прогуляться по территории больницы. Часто слушал радио. Старый приемник хрипел на всю палату, но никто не жаловался. Почему-то дедушка добавлял звук, когда в приемнике начинали передавать новости о спецоперации КГБ в горах Чечена и Нгушетии. Что-то важное в горах происходит, ваше? Спросил зашедший в палату Хасан Тахирович. Хех. Прокашлялся дедушка Магомед и сделал потише радио, скотину пасти некому. Юрда, наверное, меня заждался. А еще милиция по горам кого-то ищет. Коров же каждый день надо пасти, а то они не нагуляют ничего, совсем как и станут, исхудалые. Врач рассмеялся шутки. Он представил худощавых коров на койках в пижамах, жующих жвачку. Магомед, почему вы не рассказываете о своих близких? У вас нет никого. Почему же, есть? Дочка есть. Она в Грузии живет. Она не знает, что я здесь, в больнице. В их ауле телеграфа нет. А если бы узнала, сразу бы вспорхнула и прилетела. А сыновей нет. И сыновья есть. Только я давно их уже не видел. И внуки, наверное, где-то бегают. Хасан задумался. Зря начал этот разговор. Подумал врач, тема-то видимо, больная. И как можно порвать свои связи с отцом? Что за дети? Но старика этот разговор ничуть не огорчил. Хасан уже хотел сменить тему разговора, как в палату вошла Татьяна Павловна. Хасан Тахирович, тут участковый вас спрашивает. Иду. На улице у входа стоял участковый Борис Таранов. 30-летний милиционер никогда не заходил в больницу, и все встречи с главврачом проводил на улице, у двери больницы. Однажды он признался, что не переносит запаха хлорки, начинает сворачивать живот. Эти воспоминания участкового остались еще с детства. Вот и сейчас, стоит на улице и вытирает платком вспотевший лоб. Хасан Тахирович, извините, что оторвал от работы, здравствуйте. Здравствуйте, Борис, пожал руку Хасан. Вы меня только по важным делам отвлекаете, ничего страшного. Что-то срочное. Да, приказано обойти все важные объекты и предупредить служащих. В городе опасный преступник, который убил нескольких милиционеров и военных. Подробности сказали не афишировать. Да и нам самим ничего не сказали. Видимо в управлении сами чего-то натворили и теперь не знают, как концы с концами свести. В общем, вы будьте бдительны. Возможно, ему медицинская помощь понадобится. Чуть что, звоните в 02. Обязательно, Борис Сергеевич. Будем бдительны. До встречи. Счастливо. Не хватало еще раненого преступника в больнице, чертыхался про себя Хасан. Татьяна Павловна, зайдите в кабинет. И позовите Сан Саныча, бросил головрач и прошел в свой кабинет. Обычно визиты Бориса Сергеевича носили формальный характер. Только раз милиционер пришел таким же взволнованным, в день, когда в приемное отделение поступил раненый в ДТП, сын заместителя начальника УГРа. И вот второй визит, такой же странный и волнительный. Рецидивист в Грозном убил нескольких. Да что это за человек такой? Звери не лють. Татьяна Павловна, предупредите весь персонал, чтобы при поступлении подозрительных больных сразу сообщали или мне, или вам. В каком смысле подозрительные? Наполеон и Чингисханы, попыталась пошутить медсестра. В прямом, в Грозном рецидивист. Но говорить об этом персоналу не стоит. Слухи пойдут. Возможно ему нужна будет срочная медицинская помощь. Я так думаю, мы даже и подозревать не будем о том, кто это такой. Так что, ушки на макушке и хвост пистолетом. Славесного портрета нет. Известно только, что это мужчина. И судя по всему, недюжи силы. Вызывали. В дверь просунулся Старош. Сан Саныч, зайди. У нас что-нибудь пропадало? Ничего. Будь начеку. Если чего недосчитаешься, или что-то подозрительное, в общем, любая мелочь. Бегом ко мне. Понял, понял. Смотри у меня. А то деда Магомеда на тебя натравлю. Да ладно. Бурча что-то под нос. Старош вышел. Нашли на него. Наконец, управу. Довольно вздохнула медсестра. Да, дед Магомед кого хочет может на место поставить. Он у нас. И тут в голове главврача все прояснилось. Ну конечно же. Вот почему лицо дедушки ему показалось знакомым. Это же не дедушка Магомед. Это старик, которого ищут военные и милиция. Вот уже несколько недель в горах идут спецоперации, а он тут, в Грозном. Спокойно себе отлеживается, старый лис, как в норе. Вот это да. Вот откуда эта худоба, утомленность, обветренность. Вот откуда такой характер. Что с вами? Хлопнула ресницами Татьяна Павловна. Ничего. Занимайтесь делами. Я сейчас. Оставив медсестру в кабинете, Хасан Тахирович двинулся в палату. Он же на фото в усах был, потому и не узнал его, Бритова. Вот это лис, вот это лесяра. Что же теперь делать? С этими мыслями главврач больницы подошел к дверям палаты. Будь что будет, хотя бы поговорю, подумал главврач и толкнул дверь палаты. Койка была пусто. Рядом на тумбочке из-под радиоприемника виднелся исписанный листок бумаги. Главврач посмотрел на других пациентов. Кто-то спал, кто-то читал газету. Хасан Тахирович незаметно вытянул листок и прочитал написанное. Произнеси он прочитанное вслух. Многие в палате повскакивали бы со своих коек, ведь одно имя нагоняло настоящий страх и трепет. Спасибо за помощь. Вы хороший врач. Кстати, вы лечили Хасуху Магомадова. Друзья, это был канал Чечен Синдром. Друзья, если вам понравилась эта история, то поддержите лайком и если вы все еще не подписаны на канал, то рекомендую вам подписаться, так как впереди вас ждет еще много чего интересного.